Спонсор показа сайт VGCase.com Всем привет, с вами VG News, а это значит, что в ближайшие несколько минут вы узнаете все самое важное из мира игровой индустрии за прошедшую неделю. Но по традиции вначале мы подведем итоги нашего постоянного конкурса с угадыванием фейковой новости. И в этот раз победителем стал Дима Титинок, который угадал, что фейковая новость в прошлом выпуске касалась Far Cry 4. За это Дима получает приз игру на выбор от нашего спонсора магазина VGCase.com. Вы также можете стать победителем, для этого внимательно смотрите этот выпуск и прочитайте условия конкурса в описании к видео. Ну а мы наконец переходим к самим новостям и в этом выпуске. Не самый удачный шаг в рамках рекламной кампании хакерского боевика Watch Dogs. Electronic Arts и PopCap Games официально анонсировали плансферсу зомби с Garden Warfare для консолей Sony. Популярный вестерн от Rockstar Red Dead Redemption получит продолжение. В сети появился трейлер новой части Mortal Kombat. И наконец Electronic Arts решила перенести выход шутера Battlefield Hardline на конец следующего года. Обо всем этом прямо сейчас. Ubisoft сделала не самый удачный шаг в рамках рекламной кампании хакерского боевика Watch Dogs. В результате эвакуировали офис сотрудников австралийского ресурса 9MSN, а в здание вызвали команду саперов. Фирма 9MSN практически не занимается видеоиграми, но Ubisoft все равно решила использовать новостное агентство в целях своей рекламы. В офис компании пришла посылка, содержащая черный металлический сейф, который периодически подавал звуковые сигналы. Сотрудники веб-сайта сразу обеспокоились и связались с местными коллегами. Их интересовало, кто еще получил такую загадочную посылку. Вместо того, чтобы самим разобраться в ситуации, 9MSN связалась с местными властями, последовали быстрая эвакуация здания и прибытие четырех полицейских машин. В результате сейф открывала команда саперов. Сотрудник 9MSN Хелл Кроуфорд считает, что пиарщики Ubisoft слишком далеко зашли. Сама Ubisoft быстро принесла извинения. Австралийские сотрудники фирмы отправили голосовые сообщения некоторым местным СМИ. Журналистов предупредили, что вскоре они получат посылки, связанные с Watch Dogs. К сожалению, доставка 9MSN пошла не по плану. После недавних намеков, Electronic Arts и PopCap Games официально анонсировали план с версию Zombies Garden Warfare для консолей Sony. Игра выйдет на PlayStation 3 и PlayStation 4 в конце лета, 19 августа. Дополнение Garden Variety и Zombies Down, добавляющие новые режимы и способности, также будут доступны сразу же в день релиза. На PS4 игра будет идти в разрешении 1080p с частотой в 60 кадров в секунду. В ней будет поддержка удаленной игры через PlayStation Vita и локального сплин-скрина. Кроме того, станет доступен режим Boss Mode, где с использованием приложения Компаньона на мобильном устройстве вы сможете следить за ходом боя. В данном случае этим Компаньоном выступит PlayStation Up для iOS и Android. План с версию Zombies Garden Warfare вышел в начале этого года на Xbox 360 и Xbox One. Релиз ПК-версии намечен на июль. Глава компании Take-Two, Штраус Зельник, назвал Red Dead долговременным франчайзом фирмы. Это указывает на то, что студия Rockstar может выпустить новые игры вестерн-сериала. Об этом Зельник заявил на конференции Cowan & Company. Глава Take-Two рассказал, что с 2007 года компания выпускает успешные франчайзы, поэтому фирме хочется продолжить эту работу. Руководитель Take-Two предполагает, какие современные торговые марки останутся популярны. По его мнению, в GTA, безусловно, будет долгоиграющей серии, пока фирма сможет поддерживать ее качество на должном уровне. Очевидно, что Red Dead Redemption — постоянный франчайз наряду с Borderlands или NBA. Издательство связывает большие надежды с командным шутером Evolve. По словам Зельника, разработчики Bioshock 2 и Stucky Martin будут заниматься данным сериалом. Проблема в том, что компания Irrational Games, которая сделала проект Bioshock Infinite, потеряла львиную долю штата. Специалист считает, что у антиутопической серии есть большой потенциал, она уже приносит фирме значительные средства. Новейшая Bioshock разошлась по миру тиражом в 6,5 миллионов копий. В начале мая T2 сообщила о разработке новой игры от Rockstar. Загадочный проект выйдет до 31 марта 2015 года. Еще месяц назад создатель Mortal Kombat Ed Boon намекал на скорый анонс новой игры. Тогда все указывало на то, что он произойдет 2 июня. Ожидания подтвердились, и именно в этот день вышел дебютный трейлер новой части серии Mortal Kombat X. Информации о новой игре серии пока не так много. Известно лишь, что она будет доступна на консолях нового поколения. В ней останутся удары X-Ray и найдется место непримерным атрибутам Mortal Kombat. Фаталити, бабалити, кровь, жестокость, оторванные конечности и сломанные кости. Всему, чем знаменита серия, найдется достойное применение. Кроме того, ролик демонстрирует возможность использования окружения, как в другой работе NetherRealm Studios и Justice Gods Among Us. На каких конкретно платформах стоит ожидать игру, пока не сообщается. Однако вчера на Amazon открылись предварительные заказы игры для PC, PS3, PS4, Xbox 360 и Xbox One. Релиз, если верить трейлеру, состоится в 2015 году. После утечки в сеть информации о готовящемся к выходу шутеру Battlefield Hardline на Electronic Arts обрушился целый шквал критики. Игроки были категорически против того, чтобы их любимая игра превратилась в конвейер. EA сразу припомнили качество Battlefield 4 после релиза игры, когда в ней было обнаружено множество багов, а сама игра ужасно лагала даже на консолях нового поколения. В результате Electronic Arts пообещали, что перенесут дату выхода новой части военного шутера на следующий год, дабы дать разработчикам больше времени на то, чтобы отполировать игру до блеска. Разработкой шутера будет заниматься шведская DICE, которая разрабатывает игры серии Battlefield уже на протяжении нескольких лет. И это были все самые свежие актуальные новости из игрового мира за последнюю неделю. Но помните, что одна из этих новостей фейковая, если вы уже знаете какая, то обязательно напишите об этом в комментариях и получите приз игру на выбор от нашего спонсора магазина bgcase.com. Также подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте Разрушителей Легенд Видео Игр. Здесь вы всегда найдете свежие картинки, которые заставят вас улыбнуться или удивиться. Ну а мы с вами прощаемся до следующей недели. Оставайтесь с World Games и будьте в курсе всех самых важных игровых событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова